Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Дима Дмитренко решил поставить жирную точку в отношениях с Олей Рапунцель. «Как пары нас больше нет. Я отпускаю тебя», – написал он. Саша Харитонова разочаровалась в своем избраннике. Как вы помните, в первый же день прихода Евгения Казакова на проект она заселилась с ним. Женя пишет, «В данный момент наше общение остановилось по инициативе Саши. Она стала пугаться и избегать меня. Выдумщики пустили нелепый слух о нас в соцсетях, что у нас с ней произошел интим в машине – это полная ложь. На острове любви образовались две новые пары. Это Саша Задойнов и Марина Мексика, а также Лиза Полыгалова и Ваня Барзиков». Лиза пишет, «Мы давно нравимся друг другу и вчера наконец-то решили построить любовь. Надеюсь, что у нас все получится и мы докажем, что это остров любви, а не понятно чего». Многие участники считают, что это фальшивые пары. Рита Керн пишет, «Это фальшивые пары без любви, цель которых только бабло. Саша с Мексикой от безысходности, а Ваня с Лизой по договоренности». Но Лиза Кордобовская, например, верит в искренность Саши и Марины. Она написала в своем микроблоге, «Волей-неволей, но начинаешь верить Мексике, потому что у ребят наконец-то все случилось, и теперь они в полноценных отношениях». Катя Кауфман пользуется успехом у мужчин на поляне, не успела девушка приехать, как очаровала сразу двоих парней – Диму Дмитренко и Илью Ябарова. Кауфман пишет, «Три дня назад я прилетела на поляну, и вот результат. Два букета, два медведя, два свидания, двое мужчин, а вчера меня короновали как новый бренд проекта». Илья Ябаров благодарит продюсера проекта Алексея Михайловского за возможность спеть на одной из передач песню под названием «Ябаров жарит дур». Алексей Николаевич пишет Ябаров, «Спасибо вам большое за такой хит. Я уверен, что это хит, как и роза чайная. Еще раз огромное спасибо». Оля Жемчугова решительно настроена продать свою квартиру, которую она выиграла в конкурсе «Человек-года». «Я не хочу жить в Москве», – пишет Оля. «Какая жизнь меня ждет здесь? Сидеть одной с ребенком в четырех стенах и ждать возвращения Глеба. В планах продать квартиру и купить жилье в моем родном городе Братске». В первом прямом эфире «Дом-2-лайв» многих развеселил звонок зрительнице из Новосибирска. Она раскритиковала внешность Вики Романец. «Виктория, посмотрите на себя в зеркало. У вас рот стал больше, чем вы сами. Вы вся искусственная. На дворе 21 век, это уже не модно». Черкасов же во время этого звонка кривлялся, смеялся и поддакивал зрительнице. Он согласился, что действительно Вика выглядит лет на 40-45. Именно поэтому он с ней и расстался, потому что выглядит моложе ее. Ну и самая, наверное, главная новость, что сразу две влюбленные пары покинули «Дом-2». Федя Стрелков и Кристина Лисковец ушли за периметр. Федя написал «Настал тот день, когда мы решили покинуть проект. У нас новые цели, взгляды на жизнь. Мы на проекте выполнили свою миссию и нашли друг друга». Также покинули «Дом-2» Настя Волынец и Богдан Бобрик. Волынец пишет «Мне тяжело находиться на проекте без моей любимой доченьки. Если мы вернемся, то только с дочкой и, возможно, с мамой». Но это пока не точно, ведь мои родители и родители бывшего мужа против этой затеи. Но мы поговорим, постараемся переубедить их всех. Если же нам не удастся это сделать, то мы заберем Еву и переедем в Москву, где и будем жить втроем. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на телеканале ТНТ.